У нас же своего коронавируса в стране нет и не было. Нам его привезли. Не проверялся я на коронавирус, но я слежу за своим состоянием здоровья в том плане, что хуже мне стало, лучше там стало и так далее. Ты же знаешь, я не меняю стиль жизни абсолютно, я и на тренировках, и физических нагрузок я добавил. Но сейчас понял, что не надо, наверное, в этой ситуации, когда мы проходим пик вирусных заболеваний, грузить физический организм, потому что это все равно по иммунке бьет. Перегружать. Да, перегружать. И коль уж затронули вопрос, ты уже, наверное, видишь, что и меня, прежде всего, и белорусы начинают плющить. Вот они как-то не так, как все. И, слушайте, если бы было так у всех, как в Беларуси, по борьбе с этими вирусными заболеваниями, и там, как у нас, не забывали о том, что есть и сердечники, есть и онкология, есть травматология, есть просто пневмония, а это сезонная болезнь очень сильная. Ну, наверное, бы у нас не было таких проблем. Вот я извиняюсь, что я тут не хвастаюсь, я просто, может, в какой-то степени оправдываю, что мы не меньше с вирусами, не только коронавирусом. Это мы не можем не держать в памяти, потому что все вы... Ящик включил коронавирус, утюг включил коронавирус, чайник включил коронавирус. Конечно, мы на это реагируем, но мы не забываем, что вируса у нас сейчас, как обычно, море. Человек, если умирает просто от пневмонии, они мне докладывают по каждому. Вот у нас их четверо, всего четверо умерших от пневмонии, где осложнение дал вот коронавирус. Любой вирус осложнит хронические заболевания. Ну и что, гвалтам кричали, что из этого получилось? Или мы там чего-то прячем? Слушай, во-первых, смерть человека никогда не спрячешь. Никогда. Потому что каждый родственник, наследник, родственник, он же в ЗАГСе получает справку о смерти. Там никак не спрячешь. И вот я сейчас беру данные ЗАГСа за первый квартал этого года и первый квартал тех лет. Я хочу сравнить и показать вам, журналистам. Посмотрите, вот количество смертей, вот сердечники, вот онкология, травматология, вот пневмония общая, а вот коронавирус. Так давайте мы будем в целом считать. Мы еще уточняем по четвертой там смерти, был ли вообще там, каким там боком был коронавирус. Пускай четыре погибло. Четыре. Начинают гвалтом кричать, и тут вот в Беларуси чего-то скрывают, и они не работают по вирусу. Как Возовцы, вот Качанова по моему поручению вчера разговаривала, они нам рекомендуют, я говорю, ты у них спроси, что они нам рекомендуют. Первое. Бороться очагово. То есть точечно, что я говорил. То есть мы, если видим очаг, мы бросаемся на него и начинаем людей лечить, кто был вокруг, и главное этого человека. Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Они окружили город. Не въехать, не выехать, и всех в дома заперли. Ну, я же их не критикую, я же не знаю, как у них там. Но представь, мы Минск сегодня изолировали и всех загнали по квартирам. Как отреагируют наши белорусы? У нас ситуации нет той, чтобы вот такие меры принимать. И дай бог, чтобы этой ситуации у нас не было, если она есть. А потом, ты уверен, что у тебя нет сейчас коронавируса? И я не уверен. И представь, я тебя сейчас с твоей семьей запер в квартиры. А ты не знаешь, ты болен или нет. А если ты, у тебя иммунная система сильная, ты переносишь сейчас, перехаживаешь. Я тебя туда запираю, и у тебя на завтра начинается активно проявляться этот коронавирус. Что происходит? Ты всех заразил. А если бы я тебя не запер туда, ты бы на ногах перенес этот коронавирус. Что, невозможен такой сценарий? Возможно. Я это знаю, что это возможно. И пусть хоть один врач скажет, что я не прав. Вот я 2 миллиона человек посадил на карантин в Минске. Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город. Это абсолютно не вопрос. Но во что это обойдется, и сколько будет тогда смертей, мы же уже потом, кто там, какая скорая помощь справится? Мы будем только выхватывать с квартир людей, которые уже будут тяжелые, и сразу их на искусственной вентиляции легких. И что, и мы спасем этих людей? Конечно, нет. Поэтому не надо дурью заниматься там, где не надо. Нас же всегда учили. Надо, чтобы проветренное помещение было. Надо, чтобы на свежем воздухе и прочее. Но если уже придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И потом гораздо эффективнее, чем литовец на уседой президент. Слушай, он озаботился белорусским вирусом. Слушай, ты своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы там не все дают, не все информируют. Чего нам изолировать людей? Людей нужно обезопасить. То, что мы обязаны сделать, система здравоохранения. Врачи должны лечить людей. Это мое жестокое требование. Не ходить и закрывать там учреждения, чего-то отменять. Это дело власти. Ты приди, докажи, что вот это надо. А власть примет решение. А ты не отвлекайся, ты давай лечи. Вот как было в Витебске. И второй случай, что меня просто возмутил. Больше десятка врачей, я грубо говоря, в пижамах, брали эти тесты. Говорят, коронавирус. Хорошо, неважно что. Коронавирус или еще там что-то. Ну, слушайте, ну ты же врач. Ну ты хоть маску одень. Конечно, спасибо им, что они работали, спасали людей. Ну а теперь сами в больнице абсолютно никаких настороженностей в этом отношении. Эти все врачи 100% будут живы-здоровы. Ну вот такие вот случаи были. Поэтому я туда министра здравоохранения с специалистами отправил. Все, за трое суток взяли под контроль ситуацию. Сегодня уже мне докладывают. У них, мы же контролируем общую заболеваемость. Я говорил, что мы на пике находимся. Уже сегодня вот на 100 человек общая заболеваемость у Витебской области снизилась. Я говорю, что я молю Бога, чтобы мы вот как сейчас прошли, до Пасхи хотя бы вот прошли, этот вот, это плато, как врачи говорят, пик этот. И дай Бог, чтобы удалось снизить эту. Молодцы врачи. Вот за что я их хвалю сейчас, чтобы не перехвалить? Что они из комбинаций лекарств разных, они нашли комбинацию лекарств и смогли поставить человека на ноги. Сказать, что в Беларуси вот тишь и блажь, тихо, все спокойно, это глупость полная. Просто мы не паникуем, мы занимаемся каждым своим делом. Мы не решаем через коронавирус никаких политических вопросов. Хоть у нас политический год. Знаете, если уж откровенно, Володя, я бы сегодня мог ввести чрезвычайное положение, патрули по улицам, все сидят и показать, какой тут вот, знаете, я крутой парень перед президентскими выборами, что я могу все взять под контроль. Не дай Бог, чтобы нам реально пришлось жить такой ситуацией, когда придется ограничивать человеку возможность ходить по улицам, вывести своего, не собаку, а ребенка вывести куда-нибудь. Не дай Бог, ты как отец это прекрасно понимаешь. И я в эти игры играть не хочу. Мы будем бороться с любой болезнью. Я не выделяю поэтому коронавирус. С любой болезнью надо бороться. Но во вторник у нас как раз итоговое совещание по ряду вопросов. Я подготовлю информацию, статистику всю, полностью. И покажем всю информацию. Мы ничего абсолютно не скрываем. Ничего.